В государственном историко-литературном музее-заповеднике Александра Сергеевича Пушкина впервые состоялось заседание президиума Российского комитета Международного совета музеев и КОМ. Это рабочее наше такое совещание, подведение итогов и планирование работы на год уже текущий. Самые такие тривиальные вопросы связаны с финансированием организации, ну и конечно с тем, где планируется проводить мероприятия. ИКОМ в прошлом году провел более 65 мероприятий в течение года. Это очень много для такой организации. Примерно такое же количество запланировано в этом году по всей территории Российской Федерации. По словам президента ИКОМ, собрание в новом составе проводилось впервые и вопросы пришлось решать очень разные, начиная от юридических и финансовых до маркетинга и работы с молодежью. В частности, это, например, такой вопрос, как компенсация посещений специальных групп. Под специальными группами я сейчас говорю о людях с ограниченными возможностями, о детях с определенными заболеваниями, о людях, которые сейчас принято называть третьим возрастом. Дело в том, что музеи очень много могут предложить и очень много наработали в этом направлении. Участники встречи подвели итоги 2019 года. Также был рассмотрен ряд тем, касающихся развития музейного дела в России. В ходе встречи обсуждались не только текущие проекты, но и подготовка предстоящих событий. В заседании приняла участие министр культуры Московской области Елена Харламова. У нас огромное количество, я уже говорила, национального достояния именно на территории Московской области, так исторически сложилось. Мы это, безусловно, чтим, храним, но тоже все время рассуждаем на тему, как нам стать интересным современному жителю Подмосковья, современному туристу, а уж не говоря о молодом поколении. И не заиграться при этом, как я где-то прочитала, не затмить солнце. Планы намечены. Остается с нетерпением ждать их реализации, чтобы увидеть, как изменятся наши музеи уже в этом году. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.